Перевод стиха Твердо решив следовать наставлениям Шукрачарии, его ученики, демоны, стали непобедимыми и больше не боятся полубогов. Воистину, каждый, будь то царь или простолюдин, кто твердо верит в милость Брамана, в коров и Верховного Господа Кришну и неизменно почитает их, никогда не утратит своей силы. Твердо решив следовать наставлениям Шукрачарии, его ученики, демоны, стали непобедимы и больше не боятся полубогов. Воистину, каждый, будь то царь или простолюдин, кто твердо верит в милость Брамана, в коров и Верховного Господа Кришну и неизменно почитает их, никогда не утратит своей силы. Комментарии во Божественной Милости шли шмадача бактивданте сварупады. Из этих наставлений Господа Брамы следует, что каждый должен с великой верой поклоняться Браманам и Верховной Личности Бога, а также почитать коров. Го Брахмана Хитайча. Так обращается Господу, ибо Он всегда покровительствует коровам и Браманам. Поэтому, поклоняясь Говинде, мы должны также поклоняться Браманам и оберегать коров, только тогда Говинда будет нами доволен. Правителям, которые почитают Браманов, коров и Кришну, Говинду, будет во всем сопутствовать успех. Других же ожидают только поражения и неудачи. Это мы видим сейчас повсюду. Правители не почитают Браманов, коров и Говинду, и как следствие в мире царит хаос. Итак, хотя полубоги намного превосходили демонов в силе и богатстве, демоны нанесли им поражение в битве. И произошло это, потому что полубоги непочтительно отнеслись к Браману Брихаспати, своему духовному наставнику. Твердо решив следовать наставлениям Шукрачарии, его ученики-демоны стали непобедимы и больше не боятся полубогов. Воистину, каждый, будь то царь или простолюдин, кто твердо верит в милость Браманов, коров и Верховного Господа Кришну, и неизменно почитает их, никогда не утратит своей силы. Итак, мы с вами продолжим обсуждать, как человек может получить знания. Говорится, человек должен понять самую важную деталь своего духовного прогресса или вообще бытия. Обычно мы всегда задаем вопрос, как прогрессировать в духовной жизни. Это самый основной вопрос, когда человек чувствует слабость в следовании каким-то определенным принципам, положениям, удерживать свой ум или так далее. Почему люди обычно начинают заниматься мирской деятельностью, которые даже привлеклись в духовную жизнь, но они потом все равно отходят? По одной причине. Что люди чувствуют, что у них нет способности, нет сил. И мы вчера или в эти дни с вами обсуждали, то есть рождается концепция «я не могу, я не способен». И через какое-то определенное время люди ощущают эту неспособность или свое несоответствие в данном процессе, потому что он на самом деле вдруг им кажется сложным. Поэтому этот уровень называется Кана Тарала. И почему он в основном сложный? Потому что человек думает, что все сложности в его духовной жизни проистекают из-за каких-то окружающих личностей, обстоятельств и так далее. Итак, у циха-мая в нашем сердце есть анардха, которая называется випрашчита. Эта анардха означает желание быстрых результатов в духовной жизни, желание быстрого прогресса. Но у нас абсолютно мирские представления о прогрессе и о том, какова скорость духовной реализации, какова скорость и что нужно делать. И так говорится, вот этот уровень у циха-мая, который описывает Вишванадха Чакравартидхакур, первый всплеск, всплеск такого энтузиазма, такого экстаза и такой бескорыстности, на самом деле, это всплеск энтузиазма, всплеск экстаза и всплеск бескорыстности. Он основан на этой анардхе, желание быстро получить все это, быстро очень. Но когда человек постепенно вдохновляется таким образом, начинает действовать, он начинает видеть, что быстро-то это не получить. И именно в это настроение, что я не могу это получить быстро, и потом он сбит с толку, он не может понять, почему же я все делаю идеально, все идеально, с идеально чистым мотивом, с идеальным экстазом, с идеальным желанием и так далее, с правильным настроением, внешне, все абсолютно идеально. Почему же все-таки я не прогрессирую? И тогда человек, поскольку он еще не понимает, в чем проблема, он тут же обращает внимание на окружающий мир. То есть он думает, что препятствия возникают извне, что все препятствия возникли извне. И он начинает искать причину, которая делает его духовную жизнь неполноценной или делает его духовную жизнь небыстро продвигающейся, небыстро прогрессирующей. И он приходит к выводу, что не такие авторитеты, неправильные лекции, не такой коллектив, не в том месте и так далее. Мы можем слышать это, допустим, если вы сидите с кем-то общаетесь, обычно это называются кулуарные разговоры, то есть не в официальной обстановке это люди обсуждают. И люди говорят, вот там, там лучше, там лучше, а вы там видели, там такой экстаз. Появляется эта концепция, что за забором трава зеленее. И что здесь чего-то недостает для нормальной духовной жизни. Здесь нас эксплуатируют, а там, допустим, обучают. Здесь вот то, здесь та. И появляется очень огромная палитра, широкий спектр причин, внешних причин, по которым живое существо не может прогрессировать. И поэтому в шастрах говорится, что первое, что нужно понять, исходя из ведического знания, общаясь, мы можем общаться непосредственно с шастрами, и можем общаться с шастрагя, то есть с людьми, которые понимают смысл шастр, понимают. Не которые их цитируют, а понимают. Поэтому мы с вами обсуждали также эту концепцию Кришны, когда он говорит Арджуне, что без понимания невозможно приобрести знания. Поэтому то, что они говорят, не надо принимать за знание. Знание – это реализованная информация. Реализованная. Все, что не реализовано, называется как? Философская спекуляция. Философская спекуляция. И так это спекулятивное положение живого существа, когда оно только охватывает какую-то информацию, чувства его возбуждены, очень быстро проявляется природа, это анардхи. Анардха, если вы помните, ардха означает богатство, а анардха – то, что не имеет никакой ценности абсолютно. То есть то, что мы ложно принимаем за ценное. Поэтому мы ложно принимаем за ценное свой энтузиазм, свои чистые мотивы. Мы так думаем, что наши мотивы чистые. Мы так думаем, что это энтузиазм. Мы его надумали. Мы надумали чистоту своего мотива. Надумали свой энтузиазм. Надумали, что таким образом мы можем продвинуться. Вот почему Шрила Харидаст Хакур говорит, что на самом деле основное предназначение Махамантры на первой стадии, на первой стадии, это избавиться от своих представлений о духовной жизни и о духовном прогрессе. Потому что все люди приходят со своим представлением, со своей надуманностью, что если я буду так действовать, то я несомненно получу благо. Нет. И поэтому таких личностей называют неофиты. Они как бы внешне, они строго чему-то не следовали, прогресс духовный, настоящий духовный прогресс остается от них очень далеким. Очень далеким. Не просто, что они... Это очень далекий прогресс. Как первый класс. В первом классе вы видели, как ребятишки хотят и стремятся в школу. Ранец за год начинают примерять. Они там что-то изображают, что они учатся. Посмотрите, какой энтузиазм. И они не думают ни о золотой медали, ни о чем. Что они там станут великими. Просто такой сильный энтузиазм, что взрослость такая. Надоело нам быть маленьким, мы уже взрослые. Где нам примеряют костюмчик, галстук, девочки, фартук. Они исполнены энтузиазма. Но опытный человек на них смотрит. Вот точно так же выглядит новичок. Он несомненно исполнен энтузиазм. И его энтузиазм у цеха. Это как бы игра. Новая игра. Новая, доселе неизведанная для него игра. Новый этап игры. Поэтому дети в первые годы, на самом деле, в школе очень сильно играют. Они с всякими солдатиками, с машинками туда прут. И они кажутся, что они такие чистые, непосредственные. И люди вот эту чистоту и непосредственность, этот энтузиазм воспринимают как некую чистоту сердца их. Нет, они просто в тамосе. Дети все в тамосе находятся. Если кто-то вам говорит, что дети находятся в благости, просто этот человек абсолютно не понимает, что такое гуна благости, что такое гуна страсти, что такое гун. Все дети, они в гуне невежества находятся. Дети находятся в гуне невежества. Как вы думаете, почему? Потому что они живут чем? Надуманностью, нереальностью. Они не живут реальностью. Поэтому, говорится, они в невежестве находятся. Есть две формы жизни. В невежестве и в знании. Как вы думаете, дети в какой категории находятся? В невежестве. Они ни черта не соображают, ничего не знают. Поэтому их энтузиазм и весь их чистый мотив основан просто на чем? На невежестве. На невежестве. И это называется анартха. Анартха. Анартха-крита. Или деятельность, которая стимулируется или мотивируется невежественными представлениями. Поэтому их называют пракрита-бакты. Они еще ничего не знают на самом деле. Весь их энтузиазм, все эти такие глаза раскрыты, что они так. Они думают, что так легко и дешево получить милость Кришны. Легко и дешево. Поэтому иногда их называют пракрита-сахаджи. Говорится, человек в начале пути, он как сахаджи. То есть, он все свои вот эти невежественные эмоции выдает за какие эмоции? За духовные. Все это отношение к божествам, к общине, к мурте Господа, к положению духовного учителя, к разным взаимоотношениям. Все это сентиментализм. Сентиментализм и воображаемая надуманность. Вот почему Санат Магасвами говорит, что предное служение не сентиментальность и не надуманный экстаз. Вот почему Шрила Санат Магасвами подчеркивает надуманность наших разных вещей. Почему-то я вот через 10 лет не прогрессирую. Потому что ты надумал себе это. Поэтому ты и не прогрессируешь. Мы можем прогрессировать только в своей надуманности. Это как я приводил пример. Что человек, когда он на самом деле что-то реализовал, то он понимает, что или ему на самом деле становиться чистым преданным. То есть, стремиться к чистому. Или изображать чистую преданность. В процессе очищения человек начинает разбираться внутри себя. Вот сейчас я изображаю из себя чистого преданного или продвинутую личность. А вот здесь надо на самом деле быть продвинутым. Здесь надо на самом деле продвигаться. А здесь можно изображать продвинутость. И когда человек начинает в этих категориях разбираться внутри себя. Здесь я изображаю из себя продвинутого. А здесь на самом деле продвинутость. Таким образом он начинает различать. И он начинает видеть собственную реализацию. Что он кто? Притворщик, обманщик, лицемер и так далее. Это называется правдивость. Как говорится, по мире садханы, вайтхи садхана бхакти, у человека развивается садхием. Садхием означает правдивость. И в первую очередь он начинает реально видеть себя. Свой собственный духовный уровень. Своей собственной реализации. Своё собственное понимание. Он начинает различать своё ложное эго от души. Он начинает различать разум, когда он попадает под влияние ложного эго, а когда нет. Начинает различать, как ум действует под влиянием ложного эго. У него у самого. Вот почему человек приходит к выводу, что он несовершенен. На этой стадии, говорится, человек стремится принять прибежище, когда он разобрался. Поэтому говорится, что то святое имя, которое человек повторяет до посвящения, это только лишь для того, чтобы разобраться, что он несовершенен. И в шастрах, в ведах, с самого начала говорится, что ведические произведения и ведическая практика, то есть так, как она должна принести определенный результат, то есть в первую очередь очищение. В результате очищения человек получает сострадание, сострадание и очищение вместе сублимируясь, дает желание служить высшей истине. То есть удовлетворять, говорится, в процессе этой деятельности человек приобретает настроение анукули сэвы. Анукули, это о чем мы опять же говорили, что анукули сэвы, это как бы суть служения. Без анукули сэвы не существует. Анукули это с желанием удовлетворить. Преследуя только одну. Анукульена кришнану, шиланам бхактю. Шиланам означает очень авторитетно, с пониманием этой деятельности относиться, ничего не выдумывая. Ничего не выдумывая и не интерпретируя. Итак, человек под влиянием этих анардх воспринимает этот процесс очень легко и дешево. И для начала он испытывает какую-то сначала ложную или мнимую радость. Ложную мнимую радость. И говорится, в этот момент человек должен очень хорошо осознать в себе это различие. И говорится, когда он ищет духовного учителя, это означает, что он очистился в предпрактике. То есть, в предшествующей деятельности настоящей практики. И все то, что делают непосвященные личности, это единственное. Они пытаются очиститься до понимания своего несовершенства и важности принятия духовного учителя. Вот почему я объяснял, что те люди, которые по 10 лет не могут выбрать гуру, они не очищаются. Или очень тяжело очищаются. Потому что сохраняют свои собственные представления. Это говорит о показателе анардх в их сердце. Они неправильно следуют. Они нарушают разные... Особенно, говорится, в начале пути, особенно в начале пути, человек должен быть очень серьезен в четырех принципах свободы. Очень серьезен. В начале пути человек полностью должен зафиксироваться на четырех принципах свободы, которые позволяют ему повторять святое имя. И это святое имя усиливается. То есть, влияние святого имени усиливается, если человек строго следует четырем принципам свободы. Таким образом, он быстрее может увидеть себя изнутри. Кто он такой, осознать, что я несовершенен, и я должен искать более совершенную личность. И от этого он стремится принять, называется, ачара. Ачара. То есть, он стремится правильно действовать, но он не знает. Он пришел к выводу, что я не знаю, как правильно действовать. Поэтому ему нужна садачара. Он хочет задавать вопросы духовному учителю. Для этого ему нужен духовный учитель. Непосредственно, чтобы принять садачара. То есть, что я должен делать, чтобы продвинуться. Я очень хорошо осознал, что я несовершенен. Это называется стадия кармического очищения. Вот почему говорится, что на первом этапе человек повторяет святое имя ради того, чтобы избавиться от определенных реакций. Вот почему ходят на хоринаму преданные, поют хоринаму, приглашают людей, где там святое имя, просад раздают, чтобы очистить. Очистить сердце. Очистить сердце. И в шастре говорится, что человек должен очень хорошо, вернемся к началу разговора, это так как бы в общем понять, почему и как. Почему и как. А не за что. Почему и как. Нет принципа за что. Когда вы узнаете, почему и как, тогда сразу отпадает вопрос какой. За что. Сразу отпадает вопрос. Это называется постижение науки деятельности, которое называется карма. Настоящее следствие прошлого и причина будущего. Тогда человек начинает очень хорошо пояснять следующие вопросы. Почему и как. Это реинкарнация. Почему и как гуны материальной природы. Почему и как время. Почему и как душа. Почему и как ишвара. Бог. Тогда отпадает самый невежественный вопрос. За что. За что мне такая немилость. Или наоборот. За что мне такая милость. За что. Мы всегда спрашиваем. Это за что. Приятное. И это за что. Неприятное. Приятное за что. Оно и называется приятным. Но в основном мы не концентрируемся на этом. На приятном за что. Мы очень сконцентрированы на неприятном за что. И так говорится первое, что должен понять человек. Когда он повторяет святое имя. И очень внимателен к принципам свободы. Настолько внимателен. Что это становится сутью всей его деятельности. Почему? Потому что повторение святого имени без соблюдения принципа свободы. Не усиливает его. Потому что на человеке еще нету чего. Милости. Милости. Он не получил еще милости. И так этот первый этап. Первый этап. Его Шила Прабхупада. Ссылаясь на Бхактивинон Тхакура. Говорит. Этот этап называется фанатичный аскетизм. Вот почему говорится. Что на первых порах фанатизм необходим. В чем? Вот в этом следовании принципам свободы. Поэтому мы видим, что неофиты, которые нормально понимают это. Или приняли это. Они так зафиксированы. В первую очередь на чем? На этих четырех принципах. Но они тут же совершают оскорбление. Они думают, что святое имя формирует эти четыре принципа. То есть они думают, что мы повторяем святое имя для этих принципов. А не наоборот. Неофит не поймет, что эти принципы формируют чистоту моего имени. То есть усиливают влияние святого имени на мою природу. То есть освобождают меня от последствий моей греховной деятельности. Потому что имя не отлично от Кришны. И это как служение святому имени становится. То есть я следую принципам, как служение святому имени. И святое имя за то, что я так ему служу. Еще нету милости гуру. В такой прямой, непосредственной. Имя очищает меня. Таким образом на этой стадии человек немного фанатично должен настраиваться. То есть во что бы то ни стало, во что бы то ни стало, следовать принципам свободы. Это очень важный момент. Итак, что это означает? Что человек следует принципам свободы из понимания ведической концепции первой стадии. Которая называется, этот мир не предназначен для моего наслаждения. Я должен быть свободен от этого представления. От какого? Что мир предназначен для моего наслаждения. Я должен быть свободен. Поэтому называются принципы свободы. Я свободен от такого представления. Я четко понимаю, что этот мир не предназначен для наслаждения моего. Итак, эти четыре принципа сразу осознанно начинают соблюдаться. Итак, следующий вопрос появляться должен в процессе очищения человека. Почему я страдаю? И здесь сразу Нарада говорит о важном факторе, который должен быть понят по милости духовного учителя и по милости процесса. Самого процесса, который ведет к вопрошанию духовного учителя, то есть к садачаре. Почему я страдаю? Почему я ослаб? Почему я пришел к выводу, что мне в этой жизни не стать преданным? Почему я пришел к выводу, что через пять лет я должен испытывать какой-то экстаз? Какой экстаз? Почему я так думаю, что именно в этом должно воплотиться мое старание или в этом должны воплотиться мои усилия? Он задает духовному учителю такие вопросы. Почему так со мной происходит? Теперь я страдаю, потому что так не произошло. Я разочарован. Почему так произошло? Итак, духовный учитель начинает пояснять, и шастры поясняют это, что причиной всех наших неудач, причиной всех наших разочарований и страданий является наше собственное ложное эго. И говорится Это означает, что очень сложно для понимания и практически невозможно для понимания людям, находящимся под влиянием ложного эго. Как избавиться от ложного эго? Третья концепция рождается. Я понял, что из-за моего ложного эго я всегда натыкаюсь на проблемы. Всегда. Из-за ложного эго теперь я в долгах. Из-за ложного эго я в болезнях. Из-за ложного эго меня не уважают, не почитают. Все мои потери, все разочарования будут всегда связаны с влиянием ложного эго. Что я руководствовался. Руководствовался, значит, подчинился концепции эгоистической, ложной эгоистической концепции. Считаю ее очень благоприятной. И в итоге вся моя жизнь разрушена не из-за причин вовне, а из-за причин внутри. Из-за своего ложного эго я страдаю. Тогда возникает следующий вопрос. Это называется смиренный вопрос. Вот когда смирение появляется. Смирение, оно проходит эти три стадии. Этот мир не предназначен для моего наслаждения. Причиной всех моих страданий является мое собственное ложное эго. И как избавиться от ложного эго? Это принять руководство истинного эго. Руководство истинное. И поэтому, говорит, освобожденная душа должна рассказать нам. Освобожденная душа. В состоянии освобождения душа выполняет только указания сверхдуши. Это называется чайпья-крита. Чайпья-крита. Деятельность, которая совершается под руководством сверхдуши. Как Арджуна совершал деятельность на Курукшетре. Полностью руководствуясь кем? Кришной. Его наставлениями. То есть, Арджуна в этот момент стал себя вести как душа. Осознавшая себя душа, он подчинился Кришне. И отбросил все свои эгоистические представления, намерения и так далее. Он прекратил руководствоваться своим ложным эго. И стал руководствоваться наставлениями сверхдуши. Поскольку, как только душа прекращает руководствоваться ложным эго, то она начинает руководствоваться сверхдушой. Она не руководствоваться своими какими-то представлениями душа. Она тут же, говорится, находит прибежище у сверхдуши. Поэтому ложная концепция имперсоналистов, что они, не познав сверхдушу, могут подчиняться истинному эго, которое они отождествляют, со сверхэго. Вот почему они объявляют себя кем? Богом. Они не могут понять различия между своей душой и сверхдушой. И поэтому они, когда освобождаются от ложного эго, от плодов своей деятельности, не прекращают наслаждаться, им кажется, что они Бог. Они не могут провести различия между эго, то есть истинным эго, и сверхэго. Сверхдушой. Душой и сверхдушой. Итак, это означает, что их будхи, будхи, их разум несовершенен. Их разум несовершенен. Они не способны различить эти две субстанции. Так же, как мы не можем различить две субстанции. Ум, интеллект. Мы видим таких людей. В основном мы видим 99% таких людей, и общаемся с ними. Даже если они имеют какой-то шнур, они даже не способны различить порой, где разум, а где ум. Они не способны порой различить, где чувство и ум, и разум. Что же говорить? Ложное эго. Ложное эго очень сложно различить. Особенно тогда, когда человек испытывает сильные привязанности. Он отбрасывает эту саму способность к развлечению. Привязанности. Почему он привязан к чему-то? Из-за чего? Из-за сильного желания наслаждаться телесно. И привязанность это гуна невежества. И ложное эго так же в какой гуне? Невежество. Невежество. Таким образом, в материальном мире невежество управляет гуной страсти и гуной благости. Вместе с гуной страсти оно начинает подчинять себе гуну благости. Ложное эго подчиняет себе гуну страсти. И вместе, совместно с гуной страсти они подчиняют себе гуну благости в нас. И человек должен различить все эти гуны так же, способным быть различить. И тогда человек вопрошает духовного учителя. Вот когда человек начинает проявлять интерес к духовному учителю. Сначала еще нет почтения, если что. Уважение и восхищение, что эта личность более совершенна. Есть понимание. Но еще такой глубокой привязанности, почему нет еще опыта, что духовный учитель принесет своими наставлениями, если я их исполню. На самом деле изменит мою жизнь. В лучшую сторону. Потому что представление о лучшем и о худшем у живого существа так же, какое эгоистическое. Итак, человек может распознать свое ложное эго, но это не означает, что он от него избавился. Поэтому не радуйтесь, если вы распознали свое ложное эго. Это еще часть знания, которое еще ни о чем не говоришь. Ну и что, что распознали? Арджуна распознавал свое ложное эго. Он говорил, почему все-таки я все равно совершаю неправильные поступки. Хотя я вижу, что это неправильно и так далее. Как будто бы какая-то сила извне. И так духовный учитель должен нас занять. Занять. Если духовный учитель нас не занимает, то мы никогда не сможем реализовать этот аспект. Какой? Избавиться от ложного эго. Так ученик постепенно постигает эту науку. Почему я должен не просто слушать гуру, а что делать? Слушаться. Служить ему. Чем? Исполнением его указаний. Я не только должен услышать эти указания. Или попросить у него эти указания. Я должен исполнить эти указания. Тогда моя жизнь кардинально изменится. Кардинально изменится, если я буду исполнять то, что... То есть подчиняться. Подчиняться гуру, это и означает действовать в сознании Кришны. А не руководствоваться своим ложным эго. Подчиняться. Тут же возникает этот самый главный аспект духовной жизни. Подчинение. Это происходит из понимания. Это не происходит из ложной концепции, что меня кто-то хочет подчинить, чтобы эксплуатировать. Меня подчиняют для моего блага. Я должен добровольно подчиниться. Добровольно. И это называется высшей топасией. Высшей топасией. Я могу голодать, я могу ходить босиком, что угодно. Я могу не подчиняться. Потому что подчиняться сложнее, чем голодать, ходить босиком, брить голову и что-то еще делать. Поэтому мы видим, все, кто действует по собственной прихоти в искон, как правило, лысые. Как правило, они с шикой, у них здоровые кантемалы. Они много кругов, но они никому не подчиняются. Почему у них лысиной все? Как вы думаете? Откуда рождается такая концепция, что я, по крайней мере, должен это все делать? А? Почему? Конечно. Спрятать эти недостатки. Спрятать эту слабость. И спрятать ее от окружающих. Но постепенно, говорится, человек привязывается к этой концепции. И она окутывает его ум. И он прекращает реально видеть, что когда-то он начал это делать, чтобы прикрыть свои недостатки. Вот почему, говорится, до тех пор, пока человек не подчиняется, так важно, чтобы он, по крайней мере, внешне вид соблюдал и все остальное. Когда человек подчинился, это не играет большой роли. Поэтому садху ходят там с бородой, с усами, с длинными волосами, с чем угодно. Если они не отчарили. Если они не отчарили. Говорится, они могут не следовать вообще никаким правилам и предписаниям. Они выше правил и предписаний становятся. И мы читали с вами в Багаватам, в предыдущей песне, что преданные выше всех правил и предписаний. Когда проявилась что? Преданность. Когда проявилась любовь и преданность, человек возвысился над всеми правилами и предписаниями. Так же, как человек, который принял подчиненное положение по отношению к духовному учителю, который является представителем параматмы, то есть чай-тя-гуру. Говорится, что живое существо не способно не ощутить, не услышать, не руководствоваться сверхдушой в собственном сердце. И поэтому, по своей милости, Кришна проявляется в форме духовного учителя. Шикша-гуру. Не дикша-гуру, а шикша-гуру. Как ачария. Как ачария. Вот, Шрила Прабхупада. Как ачария. И мы получаем дикшу в его шикши. Мы получаем дикшу в его шикши. А не исполняем шикшу, чтобы получить чью-то дикшу. Что эта шикша помогает нам получить дикшу там у кого-то. Нет. Эта дикша помогает нам принять шикшу. Дикша освобождает нас от этого эгоизма, говорится. Если мы понимаем эти три аспекта своих взаимоотношений с духовным учителем. Отсюда, говорится, проистекает почтение к браманам. Из понимания. Не потому, что такой внешний вид меня радует, мои чувства или не радует. Человек из разума, будхи, говорится. Из разумности, из научности, устроения всего творения, разных положений живых существ приходит к выводу, что лучшими из людей, говорится, лучшей из всех форм является человеческая. Лучшие из человеческих форм это браманы. Люди из человеческих. Из всех людей браманы. А из всех браманов вайшнавы. Поэтому человек начинает поклоняться браманам. Почтительно относиться. Что значит почтительно относиться к браманам? Он выказывает им почтение, указывая на их положение. На их какое положение? Духовное положение. Он почитает их духовное положение. Что они куда более в духовном отношении продвинуты. То есть, они не руководствуются в своей деятельности, чем? Эгоистическими желаниями, эгоистическими целями и представлениями. Поэтому особо они не устремлены к богатству, к власти, к какому-то мирскому счастью и так далее. За это их почитают. Именно за это, что этот человек не охвачен таким пожаром вожделения, как я. Я только ради этого служу. А он служит совершенно ради других целей. И в первую очередь он может служить ради освобождения. Говорится, браман это тот, кто понимает, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. Почему живое существо рождается и умерет? Потому что оно привязано к плодам своей деятельности. Оно думает, что этот мир предназначен для моего наслаждения. Поэтому мы наслаждаемся результатами деятельности. Почему мы страдаем? Откуда эта привязанность? Из ложной концепции жизни, из-за ложного эго. Эти люди не подчиняются. А брамана это тот, кто что делает? Человек подчиняется. Но всех сильнее подчиняется Вайшнава. Он полностью подчинен Кришне. Как? Добровольно. Вот еще признаки уважения. Этот человек добровольно подчиняется. Его не надо гонять, не надо на него наезжать. Он понимает без этого, без всего. Он более возвышен, чем я. Он может от этого отказываться. Он может сам, без всяких оскорблений, без какой-то критики, сам действовать таким образом. Он более разумен, чем я. И человек начинает почтительно относиться к этим личностям. Имея богатство, власть, испытывая привязанности, он начинает осознавать, что эти люди более лучше, чем он. Лучшие из людей. Они менее привязаны ко всему этому. Он наблюдает за ними. Этот уровень называется протягшем в отношениях с браманами. Он наблюдает, что эти люди менее привязаны, чем я. И говорится, все принадлежит браманам также. Еще одна концепция. Все принадлежит браманам. Почему? Потому что только они способны себе это не присваивать. Вся разница только в этом. Почему браман, почитаем, он не присваивает себе ничего. Это что означает? Он не огорчается, не радуется приобретениям и не огорчается чему? Потерям. Потому что огорчение потерь говорит о том, что вы успели это себе присвоить. А сражаться не давать потерять. Это вы уже привязались. Не только себе присвоили. А теперь будете за это сражаться. Что означает, что вы полностью отошли от духовной концепции. Вы сражаетесь уже за это. За должность, за пост какой-то, за что-то еще. Человек начинает сражаться за это. За коптерку сражаться, за компьютер, за автомобиль. Потому что у него, видишь ли, Санкиртона на автомобиле происходит. Но на самом деле он просто наслаждает свои чувства. Говорится, как только человек наслаждает свои чувства, развивается жадность и привязанность. Когда не дают ему наслаждать чувства, возникает гнев. Все очень просто. Почему они сражаются? Они привязались к этому. Но привязанность могла развиться только по одной причине. Если они этим что делали? Наслаждались. Креслом каким-то, постом. Поэтому их не сшибить оттуда ничем. Потому что они наслаждаются. Поэтому привязанность развилась к этому положению. Потому что если бы они исполняли служение, результатом исполнения служения на этом посту развилось бы что? Отречение. А развилась наоборот что? Привязанность. Ему же все 10 человек сказали, что ты должен покинуть этот пост. Авторитеты уже говорят. Не знаю, там решают на всех уровнях. Пожалуйста, покинь этот пост. Я вам устрою. Если вы меня отчего тронете, я там устрою. Я вас так ославлю. У меня везде связи есть и все остальное. Этот человек несомненно привязался, потому что он наслаждался там. Наслаждался. То есть эксплуатировал для своих чувств это положение. И поэтому неудивительно, что развилась привязанность. Теперь любой, кто будет посягать на эту привязанность, которую чувство наслаждает, будет кем? Врагом. Любой. Неважно, кто это. Любой. Следующие моменты. Нужно понимать, почему люди привязаны и не хотят отдавать что-то. Потому что это источник их чувственных наслаждений. Источник их чувственных наслаждений. Поэтому человек не будет какой-то деятельностью заниматься. Или он испытывает сильную привязанность к определенной одной деятельности. Почему? Потому что она также является источником его наслаждения. Как иногда люди книги очень много распространяют, распространяют. И привязываются к славе. И поэтому их на другое служение попросить невозможно. И кажется, что они как будто бы привязаны к миссии. Нет. Потому что они сразу становятся незаметными в других видах служения. Потому что в другом виде служения они не смогут иметь такую что? Заметную фигуру. Заметную славу. И люди не могут понять, почему так происходит. Это можно понять, если человек очень научен. Тогда можно понимать, почему этот человек не хочет менять свое служение санкиртаны. Потому что он такой великий санкиртанщик. Все о нем говорят. Он может давать плоды. И тогда он получает через эти плоды что? Самоуважение. И уважение окружающих. Ему не нужны деньги. Ничего. Ничего не нужно. Он требует уважения за то, что ему не нужны деньги. За то, что он не общается с женщинами. За то, что он исполняет самое эскетичное служение. Он требует к себе уважения и почета последователей. Это говорится анардха опять же. Какая? Пратиштха. Пратиштха. Это опять анардха. Если человек этого не видит, то ни о чем и речи не может быть о том, что он успешно миновал бхаджина крию. Потому что только результатом минования бхаджина крии человек способен разглядеть при помощи этого метода изначально в этих шести стадий преданного служения неофита. То есть, уцаха, майагана, тарала, вишаи, сагара, вьютха, векальпа, там это все, все, все. Все эти уровни он только может осознать, что в нем есть эти анардхи. Он начинает их видеть. И поэтому он очень сильно, вдохновленно, добровольно начинает задавать вопросы гуру, как избавиться. И вот на этой стадии он переходит на новую ступень, которая называется как анардха неврити. Не увидев анардхи, никто не побудится от них очиститься. Не увидев самых, не разглядев в себе эти гадости, никто не будет слушаться, никто не сможет быть заинтересованным избавиться от этого в сердце. Потому что нету такой еще чистоты, чтобы видеть эту нечистоту. Потому что только с платформы чистоты можно увидеть нечистоту. Понимаете? Нельзя с платформы грязи увидеть чистоту. Чистоту можно увидеть, вернее грязь, только с платформы чистоты. Так же, как нельзя увидеть плохое, если нету хорошего. Вы понимаете, да, откуда эта двойственность? Нельзя понять счастье, если вы не поняли, что такое несчастье. Нельзя его оценить. Вот точно так же, не имея чистоты, невозможно обратить внимание на грязь. Его не видно. Потому что через грязь и смотрит человек. Поэтому он думает, что все нормально. Итак, почему, говорится, когда человек прекращает почитать браманов, то он теряет силу. Какую же силу? Силу чистоты. Говорится, чистота – это проявление гуны благости. А гуна благости всегда побеждает низшие гуны. Она сильнее гуны страсти и гуны невежества. Единственная в чем разница, что человек должен сознательно, сознательно находиться под ее влиянием, под ее преобладанием. И как только человек находится под преобладанием гуны благости, это означает вишну татва. То есть находится под влиянием вишну татвы, или вишну шакти еще называют. То это означает, что человек руководствуется чем? Не невежеством, а он, отбрасывая свое ложное эго, руководствуется знанием. А знание уничтожает что? Что знание уничтожает? Поэтому его называют меч знания. Меч знания. Мечом можно победить все. Разрубить все узлы привязанности, сжечь кармические реакции. Поэтому, говорится, как победить врагов? Враги называются адхипхутами. Как вы думаете, за что враги приходят? Почему мы им не понравились? Или им очень понравилось наше благосостояние, они хотят его отобрать? Почему именно на нас они обратили внимание, а не на Федьку, которая рядом живет? И мы кричим, у него больше, чего ко мне пристали? Это называется адхипхута. За деятельность под руководством своего ложного эго. Мы породили эту реакцию. И поэтому эта реакция пришла именно к нам. Она пришла к тому, кто ее породил. В форме этих людей. Или этих беспокойств от других живых существ. И, говорится, почему человек побеждает всех своих врагов? Здесь, говорится, цари, которые оказывают почтение браманам, защищают коров. Потому что они получают руководство. Они получают руководство. Они получают защиту этих браманов. В чем же защита? Как же брамана защищают царя? Царь такой сильный своими наставлениями. Как надо действовать? И поскольку царь почтителен к браманам, это означает, что он понимает, что они куда более лучше знают, понимают и видят ситуацию. Что если я сделаю, как они говорят, я смогу одолеть все эти препятствия. Но если я непочтителен, то я сделаю так, как я считаю необходимым. То есть, я начну руководствоваться чем? Ложным эгом. Вот почему говорится, кто непочтителен к браманам. Это означает, кто не слушает, кто не воспринимает их серьезно. Проявляет к ним фамильярность и так далее. А как это не серьезно? Кто-то говорит, да ну, я могу серьезно. Что, Васька или Петька, он браман, я серьезен к нему. Но если это для вас Васька и Петька, вы уже подчеркнули, что вы к нему не серьезны. К авторитетам никогда не относятся так. Авторитеты очень почитают. Добровольно. Тогда человек путем разума начинает различать, что такое мое отношение к авторитету для меня, что губительно. Потому что это понебратство и есть проявление ложного эго. Проявление ложного эго. Теперь я слушаю Ваську и Петьку, или там этого человека, руководствуясь ложным эго. Значит, я не смогу понять, о чем он говорит. Поэтому он говорит, судурбодхам, людей, опирающихся на ложное эго, людям, вернее, опирающимся на ложное эго, невозможно понять наставлений духовного учителя и шастра. Невозможно. Это непостижимо для них. Это становится непроявленным для них. Это не проявляется в их сознании. Вот почему Арджуна отказался от фамильярности по отношению к Кришне. Арджуна, поэтому опять Парупада указывает, Арджуна был лучшим из людей. Арджуна был знатоком ведических писаний и так далее. Арджуна понимал. Это не просто знал, прочитал. Он осознавал, у него было понимание, почему сейчас дружеские отношения с Кришной недопустимы, когда он хочет выказать ему почтение. Недопустимы. Дружба. Поэтому есть дружеское почтение, но есть почтение ученическое. И говорится, все люди воспринимали браманов как кого? Как учителей. Правильно. Это учителя общества. Кшатрии – это администраторы общества, руководители общества. Вайши, говорится, это экономисты общества, поддерживающие общество материально, все остальное. Создавая эти условия. Ишудры – это обслуживающий персонал всего общества. Тогда можно было понять, почему человек должен занять такое положение, такое. Почему он должен подчиниться Дайва Варнашрама Дхарми. Из научности. Потому что только тогда он сможет вырваться из круговорота страданий. Люди осознавали, что если они не будут подчиняться, они будут страдать. Вот почему, говорится, в ведической культуре все осознавали пагубность деятельности по собственной прихоти. Поэтому все эти деревенские простолюдины шли к браманам и спрашивали их совета. И каждый в соответствии с тем, насколько он был способен это понять, он начинал так делать. Но принятие авторитета учителей было просто безупречным. Это было всеобщее и повсеместно. Это брамана и он знает. Лучше спросим у брамана, поститься, не поститься. Лучше спросим у брамана, переезжать или не переезжать. Лучше спросим, кто брамана. Брамана не тот, кто просто носит шнур. Брамана Это человек, который Подчиняется Подчиняется Поэтому Господь Читании сказал Как узнать, что этот человек Полезен Гопи Вриндауна Он сам является Смиренным слугой Слуги, слуги и всех остальных Слуг Гопи Вриндауна Он слуга Поэтому Кришна сказал Тот, кто думает, что мой слуга Не мой слуга, только тот слуга Кто слуга моего слуги Итак, понимание Этих вещей является Сутью силы Почему? Потому что Принимая наставление Брамана Человек получает силу Брахмана А Брахман Это Йога Майя Йога Майя И мы с вами вернемся Йога Майя Ангхата Гата Патир Говорится Йога Майя Ангхата Гата Патир Именно Йога Майя Невозможное Для материальной деятельности Делает Возможным Невозможное Возможным Йога Майя От кого исходит Йога Майя? От Кришны Через Шабда Это называется Брама Шабда Йога Майя Воплощается В звуки Которые называют Брама Шабда И все ведические писания Относятся к категории Брама Шабды Брама Кто должен Брахман Браман должен Представлять Шабду Он осознает Наставление Потому что в этих наставлениях Скрыто Йога Шакты Йога Майя Шакты Если я сделаю эти наставления То все то что для меня кажется Невозможным Станет Возможным Вот почему говорится Что только продвинутый человек Не теряет Энтузиазма Потому что он понимает Что все его неудачи Почему я так не успешен И все Потому что ты Не слушался Ты не слушался Эта деятельность По собственной прихоти Ослабила Ослабила Все твои желания Ты не исполнил Ни одного Своего ожидания Почему Потому что это Невозможно Руководствуясь Ложным эго Невозможно Вот это на самом деле Говорится Никто в прошлом Никто в настоящем И никто в будущем Не стал успешен Не смог победить Своих врагов Бесчисленных врагов Которых Опираясь на ложное эго Победить просто Что невозможно Их невозможно Победить материально Потому что они Материально И богаче И могущественнее Полубоги были материально И богаче И могущественнее Но потеряв Йога Майю Они проиграли тем Кто получил Йога Майю И говорится Демоны Стали почитать Шукра Чарию И таким образом Они Привнесли Во все свое Даже может быть Небольшое богатство Небольшую силу Могущество Они привнесли Йога Майю Которой было достаточно Чтобы разгромить Любую материальную Деятельность Любую материальную Защиту И они Тут же победили Кто им это объяснил Опять же им объяснил Это Шукра Чария Великий Брамана Который Сострадает Демоном Что они Такие тупые И он На примере Говорится Их учит Смотрите Что творит Йога Майя Даже Если у вас Очень маленькая Мурти Йога Майя Даст вам Очень Большое Кирти Йога Майя Она сделает Невозможное Возможным Вот почему Говорится Что Йога Майя Скрыта В наставлениях Духовного Учителя А духовный учитель Черпает эти наставления Из Парампоры А парампора Вся Изложена В шастрах Шастра Поэтому человек Когда он Руководствуется Всеми этими Положениями Он становится Удачливым Удачливым Неудачники Это просто Говорится о том Что вы Непослушны Воли Господа Харе Кришна Пожалуйста Вопрос Так Арджуна Стал самым сильным Воином Никогда Если он Руководствуется Ложным Эго И эти все Ложные представления Мой гуру Лучше Вашего гуру Это как Говорит Моя параматма Лучше твоей параматмы Глупцы Они Не понимают Различий Этих Единства Не понимают И в Шримад Багава Там есть Описание Параматмы Что только Глупец Думает Что одна Параматма Отличается От другой Параматмы Глупец Поэтому они Так вдохновляют Своему Духовному Учителю Предаться А не другому Духовному Учителю Глупцы Не слушайте Их Они глупы Поэтому у нас Существует Четкое Разграничение Кого слушать А кого нет Можно выслушать Но не слушаться Потому что Этот человек Сам не очень Удачен И не квалифицируем В духовной Жизни Поэтому люди Прячутся Им говорится Занимайтесь Намахатами Они в алтаре Скрываются Им говоришь В алтарь Они там Скрываются Им говоришь Займись Фудфулайфом Нет Я займусь Там вот этим Им говоришь Надо кормить Нет Они будут Торты делать Они не слушаются И всегда У них Иллюзия Поскольку Они под влиянием Ложного эго Иллюзия Это сильна Они одно Принимают За другое Своё Непослушание Для них Выглядит Как что? Как послушание Как верёвку Они принимают За змею Так и они Непослушание Полностью Воспринимают Как послушание И они всегда Удивлены Как же Не слушать Это всё Что я натворил Под вашим Руководством Ужас Эти люди Безобразны В следовании Принципам И воспевания Святого Ещё Ещё Хуже Чем Те Кто Что-то Нарушают Открыто Ещё Хуже Они Это Лицемерие Называется Они Неквалифицированы Из-за Своей Грязи Неквалифицированы Вот Почему Господь Читания Сказал Может быть Они Сохранят Семя Идят Одни Лишь Листья Изучили Все Наизусть Декламируют Стихи Но Они Непреданные Они Непреданные Пожалуйста Я не знаю Нужно Обратиться К гуру К шикша Гуру Кого Вы Лично Сами Добровольно Принимаете Авторитетом В духовной Жизни И вы Чувствуете Вот Если бы Этот Человек Вам Сказал Вы Точно Подчинились Найдите Такого Человека И Спросите Что Я Должна Делать Но Найдите Того Кого Вы Сами Принимаете Никого Вам Толкают В авторитеты Или Кто Говорит Я Авторитет Нет Кого Вы Лично Принимаете Что Этот Человек На самом Деле Квалифицирован В духовной Жизни Если Вот Он Именно Мне Скажет Я Это Приму Найдите И Спросите Только Себя Не Обманывайте Потому Что Он Может Сказать Ты Такая Слиха Уже Столько Времени Прошло Ты Все Такая Ой Не Того Не Того Приняла Не Того Так Ошиблась Опять Вот Так Не Сделайте И Примите Это Это Называется Состояние Чистоты Состояние Искренности А не Так Что Глазки Домиком Делать И Всех Вводить В заблуждение Что Вы Продвинуты Посмотрите Насколько Вы Неудачливы Многие Продвинутость Болтать Продвинуты Продвинуты Сдвинуты Наверное Не Продвинуты И Представляете 90 человек Из 100% 90% Разъезжаются По всему миру С этими ложными Лекциями Концепциями И всем остальным Поэтому так Тяжело Ощущать Почему Говорят Недостаток Авторитетных Личностей Недостаток Ярких Авторитетных Личностей Недостаток Недостаток Поэтому Слушают Трех Четырех Человек В основном Пять человек Тысячи преданных А пять человек Только способны И вдохновить Или шесть Сейчас ужасно Представляете Не на сто человек Шесть А на Не знаю На десять тысяч Шесть человек Или на сколько Вы представляете Какой процент Мизерный Это что за процент То есть Одного процента Нет Это какой-то Ноль Какой-то Поэтому Кришна говорит Из десятков Тысяч Лишь единицы Стремятся К самосознанию Из всех Стремящихся К самосознанию Единицы Встают На путь Предного Служения А из всех Вставших Едва ли Один Понимает Почему Слушается Как проупада Столько Много Учеников И проупада Они все Неквалифицированы Почему Проупада Пришел К выводу Что они Неквалифицированы Не слушались Конечно Поэтому Все время Говоришь Пожалуйста Слушайся Ну пожалуйста Слушайся Ёкарный Бабай А чтобы Слушаться Ну будь ты Правдивым Чего ты все Боишься Ну скажи Правду Даже если Она может быть Неприятная И там Для меня Ну скажи Правду Потому что Тогда можно Будет сказать Что надо делать Как надо действовать Поэтому говорится Без правдивости Человек не может Слушаться Это бессмысленно Это Никогда Вы не сможете А без Правдивости Нет Послушания А без послушания Нет целомудрия Нет духовной жизни Целомудрие Это означает Духовности Нет духовности В человеке Будет просто Эгоизм Который воплощается В ум В язык И в гениталии Вот эти Три субстанции Будет Как бы Той метлой На которой Можно летать По всей вселенной Как баба ешка Бабка ешка И станете И кощеями Бессмертными Одну голову Срубили Вторая Тут же вырастает И точно такая же Еще более злобная И более эгоистичная Только срубили Опять еще одна Вырастает Только срубили Три выросло Пять Десять Все Искусное В том В том Все Но все Это эгоизм Он говорит Надо было Одновременно Подушить Светильник Пробить Сердце И что там Еще сделать А Светильников Было Три Вот Я вспомнил Три Огня Надо было Погасить Одновременно В одно Если Светильник Должен 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 Выстрелить Из лука Это все должно Быть одновременно Они сотрудничали Лакшмана Один Светильник Решил Или Камень Какой-то Камень Точно Камень Лакшмана По-моему С камнем А со Светильниками Не мог разобраться Ханаман Потому что Их было Три Они были В разных Концах Коридора Как я Могу Подушить Один Как он Не мог Понять Как я Могу Подушить И он Замолился И тогда Ваю Отец Пришел И сказал Ты же Воздух Йокарный Бабай Просто Задержи Дыхание Без воздуха Огонь Не может Гореть Выкачи Воздух Отсюда Уйди Из этой Пещеры Возьми Подчини Воздух И выйди В этот момент И сразу Потухнет Одновременно Как только Ты выйдешь Они потухнут И он Тогда С Лакшманой Связался С Лакшманой Сразу Шнур На руку Лакшман Лакшман Я на связи Лакшман С этим Камнем Камень Должен Уничтожить Они связались С Господром Мачандр И все Они в раз На счет Три Раз Два И И он И он Дуба Врезал Есть Вопрос Да Да Потому что Шукрачарий Не был Истинным Представителем Он был Браманом Шукрачария Брамана Великий Браман Он даже Смотри Какой Браман Он даже Сказал Это Вишна Ты Что Делаешь Никто Не видел Что Это Вишна А Шукрачария Будучи Браманом Он Сразу Оба Вишна Пришел И он Стал Бали Махараджу Давать Наставление Не надо Не Давай Почему Потому что В соответствии С желаниями Бали Это Не Сочеталось Он Говорил Ему Что Если Ты Хочешь Остаться Царем Демонов Не Должен Давать Брихаспати Тоже Знает Вишну Они Все Видят Поэтому Господь Читания Никогда Не поклонялся Вишну Никогда Гаудио Вайшнаву Вишну Не Поклоняются Радха Кришна Гунагал Двурукой Форме Кришне Поклоняются Нарай Они Не Поклоняются Вишну Они Поклоняются Кришне Знаешь В чем разница Поклонение Вишну Говорится Оно Приносит Другие Результаты Чем Поклонение Кришне Другие Поэтому Говорится Что Человек Поклоняющийся Вишну Допустим Друва Махарадж Бали Махарадж Они Поклонялись Вишну Они Они Поклонялись Кришне И Поэтому Результат Говорится Прямо Бхакти Они Не Получили Чистую Беспримечную Любовь Поэтому Эти Миссии Различаются Это И есть Философия Чинти Пхеда Пхеда Татв Вы Получаете Что-то Но Не Получаете Это До Конца Как В Историю Господа Читани Хануман Он Также Участвовал В Лилах Господа Читани Его Как же Звали Как Гопала Как-то Мукунда Датта Или Нет Мукунда Ну Я не Помню Да Он Хануман И Он Поклонялся Господу Читани В Монастроении Поклонения Ситарам Ситарам И Господь Читани Он Сказал Не Поклоняйся Господу Рамачандре А это Был Хануман И Как Он Страдал Он Так Страдал Что Господь Читани Он Даже Оценил Такую Верность Он Сказал Как Ты Верен Своему Господу Но Ты Не Поклоняйся Если Ты Хочешь Получить Истинное Благо Не Поклоняйся Рамачандре Но Такие Вещи Это Трансцендентально Мы Не Можем Сейчас Даже Это Обсуждать Мы Не Трансценденталисты Еще Я Просто Вам Рассказываю Как Господь Читани Ну Что Там Я О Вкусе Пудинга Не Могу Рассуждать Он Так Любил Господа Рамачандру И Любит Хануман Но Господь Читани Прекрати Поклоняться Прекрати Поклоняйся Мне Там Прохлад Тоже Пришел Начал Поклоняться И Господь Читани Сказал На самом деле Я Мне Поклоняться Почему Тебе И Он Нарасимхой Сразу Встал Из Меня Исходит Свою форму Зачем Поклоняться Тому Что Из Меня Исходит Поклоняйтесь Мне Непосредственно И Он Показывался Эти Шат Буджи Там Всякие Я Источник Всех Эти Проявлений Источнику Поклоняйтесь Изначальному Господу Поклоняйтесь Это Суть Брахма Самхиты Не Кому То Поклоняться А Адипурше Изначальному Живому Существу Поэтому Поем Когда Когда Говорится Что Лакшмина Райна Там Или Сит Рама Это Настроение Это Не Объект А Настроение Поэтому Многие Не Понимают Этих Вечей В чем Разница Между Объектом И Настроением Это Расы Дасия Там Сакия Там То Все 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 И каждая Раса Она Это Умно Настроение Это Чувство Оно Соответствует Определенному Проявлению Кришны Там Допустим Нарасимхи Или Ситарами Или Кришна Баларами Это Все Настроение И в Материальном Мире Все Поклоняются И должны Поклоняться Кришне В умонастроении Только в умонастроении Лакшмина Райна Это означает Благоговение Почтение И смирение То есть Служение В умонастроении Благоговение Почтение И смирение Поэтому Это Как бы Внутреннее Состояние Лакшмина Райна Только Если кто-то По-другому Поклоняется Он не авторитет В другом настроении Никто не должен Поклоняться Только в умонастроении Лакшмина Райна И как результат Этого поклонения Лакшмина Райна Человек может Достигнуть Поклонения Кому Радха Кришне Как вот Эта вот Стадия И поэтому Господь читаний Объяснял Вы привязались К этой Форме И привязались К этому настроению Но есть Другое настроение Вы не поняли Что это создано Для того Чтобы Развить это настроение Для получения Другого настроения Развить это настроение Сказал историю Гоб Кумара Который Использовал Все для того Чтобы пройти На Галоку Вриндауна Он чувствовал Это неудовлетворение Что-то Вот он Радху Видит Видит Нараяну Видит Вишну Сначала Видит Нараяну Все здорово Но что-то там Дальше 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 И он оказался Братом Шлемати Радхарани Родным братом Поэтому говорится Галоку Вриндауна Пронизывает Все творение Все остальное Это лишь Разные проявления Галоку Вриндауна Если мы Бываем На Вайкунхе Какие-то То мы На самом деле Наше место Поэтому Парупада Говорил Вриндауна Вриндауна Наш дом То есть Там мы На самом деле Там Изначальное положение Наше там А это лишь Все только Это вот как бы Трансформации Разные Галоку Вриндауна Там наш дом Изначальный дом И это все Остальное Пронизывает В духовном мире Потом раз И в материальный Мир Погружается Но все Пронизывается Эти все Отношения Чувства Все это Отношения Чувства Галоку Вриндауна Даже когда Мы в теле Что-то Ощущаем То причиной Этих ощущений Являются Те отношения Духовные отношения Мы любим Мы любим кого-то Но не Кришну Мы страдаем По кому-то Но не по Кришне И так далее И так далее Мы пытаемся Кому-то служить Здесь там Собакам Машинам Там тому Сему Телу Но не только Не Кришне То есть Само побудитель Это духовное Природа Само чувство Оно Но объект Нет Объект Неправильный И чувство Оно какое Материальное Поскольку оно Преломляется Через материю И становится Материальным Что такое Материальное Чувство Конечно Спроецированное На материю Чувство Спроецированное На материю Называется Материальное Чувство Поэтому мы же Не любим себя Друг друга Как душ Муж не любит Как душу Жену Дети не любят Как душу Отца Нет Они там Давай Отец Не любит Ребенка Как душ Ему нравится Его щечки Такой Пипка Носик Это все Материальные Сентименты Но когда Отец Начинает Давать Наставления Поднимать Ребенка До принятия Авторитета Шастра Кришна Это означает Он несомненно Проявляет Сострадание К нему лично А не к его Оболочке Поэтому Это важно Очень важно Да Как правильно Воспользоваться Как что Воспользоваться Слушаться Слушаться Это Это и есть Правильно Воспользоваться Милость Она есть Но мы ее Не принимаем Потому что Мы не делаем То что Люди прибегают Говорят Благословите Меня на Санкирту И не Выходят Распространить Когда вы хотите Сражаться Вы выходите На битву И говорите Благословите Вас раз Благословили Вы все Бросили И ушли Что-то Странно Очень Странно Или человек Приходит Дайте мне Указание Вы говорите Вот так надо Делать Хорошо И делает По-своему С полной Уверенностью Что он Благословлен Ну Очень Странно Абсолютно Нет разума У этих Людей Не проявилось Осознание Очень Странные Люди Чем Они там Занимаются Непонятно Это и называется Сентиментализм Это сентиментальные Предные Они Научно Не подошли Ни к чему Поэтому Они так Не образованы Они годами Здесь находятся Они не образованные Люди С ними Когда разговариваешь Это не образованные Люди Их ход мысли Их логика Это не образованность Они не образованы Поэтому Люди Какого-то Другого Плана Они Говорят Это не образованный Человек Сразу видно Он искренне Все хороший Но он не образованный Что образование Дает определенные Системы Систематизированность Та же схема Гносеология Логика Метафизика Этика Точно так же В любой системе Должна быть Эта система Должна везде Быть система Но система Писания Она трансцендентна Поэтому Она Как бы Очень странно Воспринимается Логикой Мирской Логикой Материалист Не знает Что он Пройдет Эти стадии Голод Насыщение Пресыщение Отвращение Потом Когда они Об этом Узнают Они Искусственно Хотят Поддержать Это состояние Чего Энтузиазма Им не нужно Общество Неэнтузиастичное Потому что Его нужно Эксплуатировать Если он Все в таком Состоянии Будет Как его Будешь Эксплуатировать Поэтому Начинается Как бы Такое Погружение Общества В иллюзию Браки Допускаются Десять мужей Десять жен Лишь бы Сохранить Энтузиазм Общества Потребительство И вклад В действие Это Достаточно Схема Понятная Почему Много Можно иметь Жен Много мужей Почему Это поощряется Гомосексуалисты Почему Потому что Это надо На волне Общества Оставлять На волне Вот этого Ложного Экстаза Ложных Надежд Потому что Тогда Общество Будет совершать Определенный Вид деятельности Привязать Нужно Привязанность Будут испытывать Из-за этой Привязанности Будут это Защищать Из-за Этой Как развить Привязанности Чувство Надо удовлетворять Общество Тогда оно Удовлетворяя Его вожделение Мы можем Его привязать К источнику Который удовлетворяет Его вожделение Так Пропады Говорят Ложный Патриотизм Ложный Национал Социализм И все Ложные Концепции Рождаются Все очень Просто Любовь К родине И так далее Все можно Понять Что На чем Они основывают Принципы Родины Нации Религии Поэтому Пропады Говорил Нет Мы говорим О культуре О культуре Взаимоотношений С высшим Живым Существом У человека Родина Она воплощается В четком Осознании Что родина Дает мне В духовном Отношении Поэтому Пропада Говорит Патриот Истинный Патриот Он не смотрит На ботинки На колбасу Он смотрит Обеспечила ли Меня родина Духовным Знанием Именно Такая родина Становится Защищаем Почему Арии Защищались От млечков Потому что Понятие Родины Было совершенно Другое Они посягают Родина Не территориаль А родина Как два Два общества Одно Несет Мне родину С признаками Материализма Вожделения А другой Я защищаю Те области В которых Сохраняется Культура Духа И взаимоотношения С высшим Духом Поэтому Такого понятия Не было Такого родина Мы такие Нет Ария Арийская империя И другая Неарийская культура Все Арийская Неарийская Больше не было Это сейчас Мы тут Персийская культура И пытается Разделиться Чтобы С бами Столкнуть Ой да какое Вы имеете Отношение Да все было Разделено Афганистан Пакистан Нет Все это была Арийская империя Пхарата Пхрат Означает Брат на санскрите Великое братство И они защищали Эту родину Просто мясокомбинат Защищать Ну извините Или там Что то Тюрьму Представляете Все зэки Вышли на защиту Своей тюрьмы Поэтому Когда правитель Начинал понимать Эти вещи То президенты Страны Или цари Они развивали Духовную культуру Понимая Что тогда люди Сами будут Ее защищать На основе И поскольку Они на духовной Основе будут Они будут принимать Духовных И тогда Йога Майя Тогда они Непобедимые будут Непобедимые просто Поэтому На Круг Шетри Эти два Общества Разбились Два общества Они были Жили в одной родине Да еще и в одном роду Но почему Что они там делили Какую родину Для одних Была родина Это отношение с Кришной Для других Была родина Это чувственное наслаждение Все И они защищали Вот они Сражались Одни хотели Уничтожить Тех Вот этих А те Говорили Зачем Зачем Сражаться Заберите Но Кришна Сказал Нет Они не должны Поскольку Это мне Принадлежит Я не хочу Чтобы они Из это Все взяли Давайте Идите Да нас мало Идите Идите Просто слушайтесь Нас так мало Всего тут 300 человек Что мы сделаем Вы слушайтесь Самое главное Даже три Сделают Если Если вы будете Слушаться Так появляются Люди Такие Махарадхи Которые делают То что Сотни людей Не могут сделать При всех Своих талантах Там Каких-то Все очень просто Если вы это поняли Вас поперло Сразу Вперед Из песни А если вы не поняли Ну вы там Начинаете Всякой ерунду Оооо Это невозможно Потому что Йога Майя На вас не влияет Потому что Вы не слушаетесь Потому что Йога Майя Скрыта в наставлениях В желаниях Возвышенных Личностях И как только Вы начинаете делать Там раз Раз Эта энергия влияет И бух-бух Произошло Как так И так приятно А ну-ка Еще раз Можно Давай Все Тот Хоть раз Нектар Ощутил Уже Больше Не может жить Всем остальным Он думает Ёлка Там же Ни черта Не получается Майя Майя Просто поднимает Если Ты будешь С ним Фамильярен Как же Ты сможешь Принять От них Что-то Это уже Невозможно Потому что Фамильярность Это и есть Проявление Эгоизма В взаимоотношениях Как же Ты примешь Поэтому Детей Отдавали В Гуруку Что Какой-то Духовный Наставник С ними Занимался Потому что Все Родители Они будут Сентиментальны Фамильярны К детям Дети будут Всегда Фамильярны К родителям Всегда Поэтому Духовных Наставничеств Очень сложно Было Это сделать Очень сложно Более Эффективно Было Когда Гуру Вы его Ученики И там Пирожки Возить Раз в неделю Ну как Тебя Здесь Не обижают Ой Гуру Аж Такой Резкий Человек Потом Раз Гуру Увидели Ну ладно Иди 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 Поклоняйся Кришне Поэтому Если родители Очень продвинуты Конечно Не надо Обязательно Отдавать Гуру Если они Продвинуты А если нет Ну куда Там Все это Покроется Толстым Слоем Шоколада Пармелада Знающий Человек Должен Любить Не просто Любить Батрак Или Любить Он должен А значит Любить Это Передать Им Самое Ценное Под Любым Предлогом Как детские Лекарства С чебурашками Сладкие Туда Впихать Потому Эти люди Неудачники Становятся Кришна Именно Они Говорят Неудачливые Люди Рождаются Во всеми Аристократических И они Поэтому Если у вас Есть Настроение Я По крайней Мере Рожусь В астрократической Семье Или Богатой Семь Или По крайней Мере Семь Значит Вы уже Неудачливые Поэтому Когда вы Слышите От кого Да вы Что В этой Жизни Хотя бы Хорошее Рождение Все Спасибо До свидания Идите К другому Человеку Который Так Не настроен Потому Что Это Уже Неудачливый Йог Перед Вами Кришна Говорит Об этом Бага Только Надо Слушаться Его Надо Бревном Его Постучать Возьми Купи себе Битву И постучи Пальцами Хитрый Ты Стучи Надо Кастет Поэтому Багсан Сарасвати Башмаком Надо Бить Свою Десять Тысяч Раз Есть Вопрос Да Когда Для чего Он Бежит Цепь Бежит Да Просто Так Цепь Бежит Красивый Хороший Муж Хороший Дом Хорошая Работная Хорошо Есть Ты Зачем Не Знаешь Еще Раз Поположи Да Угу Все Впереди Развляю Развлечать Впереди Постежцы Что-то Но Чтобы Развлечать Впереди Настперед Что-то Развлечать Настперед Представляете, там, если едешь ночью, нужно какой-то огонёк освещать путь-то, карта какая-то, куда едут? Платил как минимум. Карта какая-то, правильно, у нас карта всё, а здесь поворот, а здесь наоборот, поворот, закрыт. Знаки надо различать дорожными. Знаки дорожными, и каждый из нас говорит. Здесь поворот, а здесь наоборот, прорез, закрыт. Понятно? Цель-то какая? У тебя-то какая цель? Тут не скажу тебе какая цель, ты что здесь, а дело сарик, всё, видишь? Цель какая? Твоя цель прихода? Твоя цель прихода, приездах? Лекции слушать. А цель-то какая? Ну, лекции слушать можно слушать. А цель-то какая? Слушать и пусть. Наслаждаться? А что делать? Понять. В чём-то смысл жизни. Вот это цель. Различать всю эту цель, чтобы понять, в чём смысл жизни. Зачем мне сюда появилась, на свет пришёл. А вот зачем меня мать родила? А ты будешь ирать потом, мама родила меня за мной. Ты знаешь, зачем мне родилась? Ладно, ты хоть раз спрашивал, зачем ты меня родила? Не спрашивал вообще? Задай ей вопрос. Скажи, зачем? С какой целью? Клис. Что целью рожала? Клис. И она сказала, что для тебя исключительно всё сделала. Для твоего счастья. Брёт. Она рожала тебя для своих чувственных наслаждений. И она залезла под колоду ради своих чувственных наслаждений. Запеременела ради своих чувственных наслаждений. Родила ради чувственных наслаждений. Всё делает ради своих чувственных наслаждений. Понимаешь? Но ей будет казаться, что она сделала это все ради денег. Что пришел сам девосьник, а не славит меня. От этого я не буду. Я не умный. Все занимаются чувственные неслаждения. Появляются плоды чувственных неслаждений. Они как правило не очень. Сначала говорит, что он сладенький. Потом лет двадцать проходит. Если сахар с него свели, а палочка орала. Как мороженая палочка. И его убрасывает. Папа Карла его для себя, для своего утешения застругал. Они стругают. Бурати. И кланируют. Наслаждаться. Визгруем. Потом начинают собрать. Что же делать. Свинюшка какая-то. Свинюшка какая-то. Свинюшка какая-то. От свиньи какой-то непонятной. От святого, конечно, свиняк. Это Добром Андреев. Свинюшка. 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 Мы на самом деле решили. Все вот. Наше само воспроизводство. Их неутробные наши дети. Здесь появились непонятные дети. И благодаря тому, что делающее. Не надо удивляться, что от нас что-то никуда не рос. Что мы запланируем для своего счастья. У нищих родился. Богатый ребенок. Послушный. Все так хотят. Родился такой богатый ребенок. Сразу с баксами выйдет. С баксами выйдет. Схожжевывающий. Умный. Сразу генерал-майорк. И с каждым годом все. Больше и больше звания. Больше звезд. Как на камяке. Для них отличает время в 2000 коньяках. Для них 5 звезд было. Чтобы они наслаждались. И только когда поняли, что все стремно, они пытались слышать. Почему? Дети в него что не ставят. То есть все. Здесь все плохо. Там. Всегда так. Каждый может свою жизнь проанализировать и понять, почему он придался. Несомненно, в поисках абсолютно истины. Метод стих, естественно, про нас. Метод стих, естественно, про нас. В этом году. Город. Я гордый с чемпион. Ребята. Вентин Курев проливал. Ну не что. Ну и брат. Город. Александр Ильич, ты меня просил, не проливал бы за нас кровь, принял бы сейчас баварское пиво. И так приходит в жесткой. Не проливал бы за нас кровь, сейчас бы не в секунду, а в жесткой. Старых рук, не ходили бы в одностках. Так не было. Да нет, для вас, это все для вас было сделано. Все эти мужчины. Ради тебя я вышел замуж, ради тебя я женился. Отцу, сыну. Все для тебя было сделано. Обманщики. Из-за того, что они обманщики, они должны быть обмануты. Теперь они получают, ради них все, теперь дети делают. Ну это не надо. Ну то, что там дети, не надо было, то что они делают. Очень часто они делают то ради детей, что дети не ценят и именно так их берем. Так вот, так всегда обманутые, обманщики обманутые. Всегда. Вы нас обманули, завтра мы вас обманим, и так вот. Нужно это колесо Поптун. Теперь у нас удача, мы их обложили. Теперь Поптун повернулся к нам, к ним задом. Теперь она к нам задом, к ним лицо и Поптун. Когда человек теряет богатство, это означает, что он начал действовать по собственной прихоти или по другим причинам? Смотри, какое богатство? Ты считаешь богатство? Материальное богатство. Материальное богатство? Да. Материальное богатство. Несомненно. Деньги в деньгах. Знаешь, что происходит? Знаете деньги в деньгах? Ты рассказывал? Это не история просто. Выражание еще помнишь. А историю ты не знаешь, почему деньги в деньгах? А Джанна Селдин нашел на дороге золотой. И он вспомнил за поговорку. Деньги в деньгах. И он думает, ну все, сейчас я раз богатею. Теперь у меня не было денег, теперь у меня деньги. И теперь мой золотой притянет другие золотые. Потому что деньги идут куда-то. И к деньгам. Я подумал, надо выбрать самого богатого человека. И он узнал, кто самый богатый. И говорит, ну все, сейчас твои деньги придут. Потому что деньги идут к деньгами. И он пришел, говорит, даю тебе золотой слой. Богатому граждану. Просто так. Богатый взял толпой. Он говорит, спасибо. И Хаджа сел перед Луговым и стал ждать. Ну все шло. Выходи, здорово. Ты чего здесь сидишь? Деньги идут, деньгам. Он говорит, прочно. И Хаджа долго сидел. Я все знал. Что произошло? Везде надо колпаком думать. Они просто котировали. Деньги идут к деньгам. А ведь золотой это не деньги. Поэтому наши деньги это не деньги. Поэтому они всегда уходят. Туда куда надо. Они не уходят к деньгам. Они же деньги не уходят. Поэтому мы точно так же. Мы гордимся. Думаем лучше. Притянемся. И ждем себе. Пока не осознают. Твою фразу все болтают. Надо предаться Крише. Так очень много. Так. Так. У нас еще рассказывала. Отдала ребенка в Гуркулу. У нее полгода был. Она потом... Она его отдала в Гуркулу. А у нее полгода? Полгода там всего был. И... Там? Или у нее? В Гуркуле. Да. И потом... До такой степени такая... Ну... То есть... От матери как бы... К ней к бабушке не достал. В Гуркуле? Да. То есть... У нее такие вот... С бабушкой все в Гуркуле? Нет. Он... То есть... От матери ушел к бабушке. То есть... Он маленький. Он все время бабушку не достал. И... Слышать от этого... Непракришну там... Там... Ну... Очень такие представления у него были. Да и просто Гуркулу значит все. Я не знаю. Все это все... Я не... Честно говоря... Ну я знаю почему. Зачем это? Зачем это? Зачем это? Я знаю почему. Точно. Но это от родителей зависит? Конечно нет. От Гуркулы, от родителей, от всего. Но зависит от Криши. Все зависит от Криши. Говорится, нужно в нужное время, в нужном месте оказаться. А когда вы в ненужное время, в ненужном месте оказываетесь, там же проблемы. Да? Родители, как сказать, в определенное неправильное время начинают насаждать. Они же насаждают. Они не пропадают. Они насаждают. Они насаждают. Эти корни. Эти родители. Они все. Они очень плохо относятся к своим родителям. В итоге все. А она намного получила то же, чем она и обучалась. Теперь он же против нее падает. Но все равно, как она была, она предостроена против культа. Понятно. Но к рукулу это очень сложно. Очень сложно. Нельзя к нему подойти просто с сентиментализмом, с каким-то желанием. Лишь бы детей своих сбакать. Потому что я не могу сделать духовную программу. Это к рукулу, потому что она сделает их духовную. Они не способны делать эти дети духовные. Кто способен их сделать духовные? Кто будет ваших детей любить-то? Когда там в основном все учили, так же, неудачливые пряди. Понятно. Когда рукул открывал руку, он очень удачливый человек в прядном служении. Потом решили какие-то неудачники. Взяли эти рукулу, пытались подражать ему. В итоге, да подражались. Что иск на 40 изнасилованных детей получили. И теперь говорит, ну а там, ну там и там тоже насилуют, там тоже насилуют. Так тогда зачем? Когда они сюда отдавают, если везде насилуют. Что-то вы орали там что-то. Или что-то в смысле, чтобы получить духовную жизнь надо быть из насилованием что-то. Вовков. Очень странно. Они тоже говорят очень странные вещи. Они тоже не могут признать. Это была ошибка, что это неправильно, елки. В общем-то все было хорошо. Там еще больше. Если у нас всего 40 изнасилуют, там 80. Просто никто не знает. Что за отговорки у нас странные говорят? У нас не разные изнасилователи. Что за странности? Да вы не думаете, что все там здорово говорят? Так Кришну утроют. Кришну говорят, да я изнасилую людей, а раз изнасилуют человеку людей. Так лучше будет в зону поместить тогда. В зоне там еще кто-то красивее. Это ошибки, которые, может быть, больно, тяжело признают. На виду мировой общественности, что говорит об унистрасти общества и так далее. Все это единич создавает себе какое-то. Поэтому, говорится, пока нет людей первого класса, ни о каких гурукулах не может быть и речи. Это все какие-то школы, воскресные. Это пожалуйста. Но гурукулы, как интернаты, нет. Пока нет людей первого класса, которые могли бы заняться детьми, Настоящий Браун, ни в коем случае нельзя этого делать. Иначе вся эта шантропа, только проблем надо делать. Это надо признать реально. Что искончиво не обладает таким огромным количеством людей в гуру благости, которые могли бы начать воспитывать наших детей. Поэтому детей воспитывали старики, умудренные общества, умудренные жизни. То есть, прожившие от гуру благости, достигшие благости. Правые, они находятся под преобладающей гуру благости. А это детей заняты или нет, это что, гуру благости что ли? И это отдать детей, только потому что у них шнурок, и они там исходят. Не надо, это фанатизм и глупость человеческая. А как он афишируется это? Имидж создается. Что нужны деньги, нужны проекты, нужны то и все. Людей не замечают под этими проектами. Поэтому это ошибка. И ошибки надо признать. А не скрывать их и искажать под разные предлоги. Это была ошибка. Не сомневаюсь, но стопроцентная. Что делать? Значит надо ждать. А пока никаким гуру кулак лечи не может быть. Значит надо ждать. Ждать, когда появятся в обществе люди преобладающие гуру благости. Любящие, осознавшие, понимающие как действовать. Изучившие эту систему. Желающие таким образом действовать. Получившие руководство правильное и так далее. Тогда можно говорить. Потому что дети это будущее, это самый хрупкий материал. Вы представляете, что сейчас испытывают эти дети? И что в будущем, в будущем, все войско, как у них будет. Сразу зуду будет в одном месте. То умышление такое пройти. И там начать говорить. Это как? Да ладно, на тебя тогда его призывали туда. Поэтому всегда есть ошибки. Поэтому я особо как бы не осуждаю никого. Я осуждаю каких-то глупых этих родителей. И осуждаю, может быть, людей, которые ослепли просто. Не понимали. Вы еще быстрее открыли эти проекты и заявили в своем книге, что вот мы там. Лучшие, лучшие, лучшие. А вот тут ничего уже не имел. Все газеты об этом написали во всем мире. Может что-то происходит в этих кришнецких гуру кулаках? И вы сейчас говорите о чем? О том же. Общество все время будет смотреть за нами. Почему? Потому что мы слишком сильно разорались о том, что мы самый чистый и самый лучший. Вот что произошло. Если бы мы не орали так громко, что мы самые лучшие, а просто становились бы лучше. На нас бы меньше внимания обращать. А только из-за того, что мы слишком много наорали, что мы лучше других. Поэтому... Ну-ка, давай посмотрим. Давай-ка посмотрим-ка. Давай-ка посмотрим-ка. Они вот это смотрят. Ну что происходит? Это мы тут все время выкликаться, что мы самые лучшие, самые главные, все плохие, христиане плохие, буддисты плохие, мусульмане бураки. Вот оно вернулось. Весь мир так все за нами смотрит. Но сейчас посмотрим какой-то хороший. Не что-то так, тихонько, смиренно, а то мы там... Ниже солдом, умоляющийся на дорогу. Это говорит о близорукости определенных лидеров. Несомненно, что они, так сказать, не понимали этих подлияния на разных проектах и всего остального. Но надо правильно осознать, что любой усилий совершается недостаточный. Но это не дает нам право не исполнять своего долга. Поэтому в чем наш долг? Создать в обществе, то есть воспитать личности под преобладанием огонной благости находящейся. И прокладывать иском школу брамы. Брамы не могут обучать детей. Брамы не могут обучать. Кшатрия, Вайш, Шудра, детей, женщин там, не знаю, собак, собакоедов, что ли, из них выходят. А когда брамы у нас нету, там все это голодную занять в гуруковых и там в сельхозобщинах, что они там будут делать? Представляете, красиво. Землю надо красиво пахать. Расскажите мне об успешном занеделе в этих местах. О продукции, о экономическом. Тогда все же, да, это факт. А не о том, что там красиво, без луками машут и там красиво пляшут. Это же дурчики опять туда съездили. Почему такие вы посылатели уже ретируются, что там вот так, здорово? Да кто так? Мне не ретелик, а мне здорово. Но если бы вы совершенно другой концепт вернищики, которые выскажутся, да нет, мне там ничего так особого. Ну, конечно, уехать человек будет пионевский лайк, хороших насырников, затейников куча, там все заняты, с диграми, там на нос бросают обручек, в чужика играет, там, хочет что-то еще. Ну, очень здорово, все заняты, сейчас нет. А зимы, они там, удается им зимы правильно, быков занять, норов, все есть. Вот о чем я хочу услышать. Что у них хороший урожай, бам-бам, бам-бам, бам-бам. Это не то, что они там не знают, как что сделать, но зато пляшут здорово. И так тебе и то, так здорово, там никто никого не обзывает, никто не ухитит. Ни зонков там нет, ни полиции нету, ни армии. А еще что бывает, не частые, нету ссоры там, что-то там, что-то там. Песня-то есть какая-то? Так. В этом городе, что-то там? Блин, сейчас вспомню. Поем песню. Кто-то, кто-то, кто-то понимает, о чем-то? Кто-то, 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 кто-то. Нет, нету тюрьм, и что-то нету узников. В городе этом ни полиции нету, ни армии. А еще что-то? А еще что бывает, не частые. В этом городе что-то нету узников. Разве можно быть злым и несчастливым, если рядом рождается музыка? Каждый... Нет. Каждый вечер и каждый восход в руки дудку... Или гудку, не правильно. В руки дудку... Дудочник в руки дудку берет. Каждый вечер и каждый восход дудочник дудку в руки берет. И потом пояс. Короче, все для совершенческих наслаждений. Зачем все это нужно? Чтоб не было воров, на чай? Чтоб нас дудки шпанить, что-то выручили. Разве можно быть несчастным, когда на дудки шпанишь? Поэтому мы как бы специалисты должны пилить. Чтоб не специалисты. Как цветы, какой уклад, как они правильно взаимоотношения построили, что там... В внешнем все это еще нечет. Внутри. Внутри мне. Внутри. Я внутренний пою, и внутренний, и внутренний, и внутренний. Я могу вам точно сказать, что балерины танцуют лучше. Бурятского, оперного, государственного, в бурятском оперном театре. Поет лучше, ляшет лучше. Правда, не кришне. Но кришне говорит, кому бы не танцевали, танцуют лучше. Они танцуют лучше нас. Ну, глядь, компал на банках. Постирал на всю одежду. Все просто еще. Я не осуяю, я говорю, что не сам нравится, а как бы люди к какой-то отношению это внешне. Внешне-то ему ходят. Что касается больного характера, то есть, ему был дан совет, если бы он преследовал цель какую-то материальную, он бы прислушался к совету. Правильно? То есть, ему был дан выбор. И какую цель он преследовал, так он... Выбор! Когда он преследовал цель предаться кришне, он отверт в духовную честь. Факт. Выбор. Гуру ему предоставил выбор. И потом все отдашь, все потеряешь. А поскольку я тебя знаю, ничего не говорю. выбор провоцировал. Он играл в воле учителя демона? Спровоцировал. Он спровоцировал ситуацию. Это как народам уни, он сказал, не надо, иди домой, играй в игрушки. И что тем самым сделал? Еще больше спровоцировал вот это кричит. Как шилы пропады, он так же делал. Он один раз пришел, все больше не повторяйте святое имя, чтобы никто утром не встал и ушел. И все стали очень внимательно повторять святое имя. Стали довольны. Брата, брака надо верить. Тверд, парень. Развод. Тверд, брак. Чем ближе общается, ты меньше ценишь. Особенно в третьем. Чем ближе человек общается, тем меньше ценить начинает. Если он в каком сознании общается? С материалистическими желаниями, материалистическими мотивами. Пока у Арджуны были материальные желания, материальные представления религиозные. Вот эти вот. Дхарма, Арт, Хакама, Мокша. Он с Кришной дружил. Но как у Него стали духовные цели, Он отверг дружбу с Кришной и сразу стал подчиненным учеником. И после эти отношения также продолжаются? Какие? Ну, дальше. Да, друг, друг, слуга, конечно. Вот именно после этого события, после битвы, да? Дальше так же? Нет, Он осознавал Его уже как Бога. Как источник Всего великолепия и так далее. Источник всех своих сил, своих чувств, все. И поэтому, когда Кришна ушел, он не мог ничего сделать, потому что я не умываю, что он не с Кришной. Поэтому он стал неудачей во всем, но он не стал удачей в том, что он в своем сознании, он осознавал, что вся удача это Кришна. Что все Кришна, вся сила, слава, все богатство, все Кришна, он как бы осознавал его аспект как Бхагавану. Все знания исходило от Кришны, он реально осознал Бхагавану. Бхагаван это тот, кто обладает шестью достояниями. И в этот момент, когда Кришна ушел, Акжуна осознал его положение Бхагавану. Верховной Личности Бога. Бхагаван не Парамат, не Брахмат. Личности. И полюблю свои отношения с Богом. Какой классный был Богом. Он даже никогда не орал и не пытался как-то убрать здоровье. Очень много таких вещей. В Махабхарасе описывается, что Арджуна был восхищен его терпением и смирением Кришны. Он подумал, блин, ты как же не со мной общался. Я же так ослевняю. Он еще у меня какую-то любовь провел за мной. Он осознал реально, в каком он положении был. И он тогда понял, что Кришна на самом деле милостив, что он терпел его вот эти вещи. Почему он там говорит, прости мне, как жена терпит фамилиарность мужа, отец сына, друг друг. Он был потрясен его терпением, что он при таком своем возвышенном положении Бога терпел такую фамилиарность этой личности, такое невежество и был так нисходителем, что не отошел, не блесгал, ничего, все равно он дружил с ним. В таком состоянии он это вдруг осознал. Что такая милость была. И поэтому чувство благодарности вызвало в органах сильную любовь и привязанность, когда он осознал. И так это называется осознание. Осознание Кришны. Как самого близкого, самого надежного, самого любящего, терпеливого, смиренного, он увидел все эти качества в реальности. Кришны после его ухода. и увидел, как уже осознанно. То есть, смог это все что? Что? Оценить. Оценить. Он смог это оценить. Оно стоит. Поэтому любовь еще сильнее возросла, чем тогда, когда он, ну, это может быть, видел, но не так осознавал и оценивал. Мы можем осознавать, но не оценить. А тут цена всему стала. когда он вышел, так и сказали. Он видел цену всему. Но Арджунок был устремлен к этим общению, поэтому он мог оценить. Поэтому Крупада говорит, чем ближе общаешься, тем меньше что... Цена всему. близкому общению, дальнему общению. Цена какого-то. Когда кто-то не может оценить это, Арджуна оценил близкое общение скрещено. Но многие же демора не оценили. То есть тем ближе они общались, тем они меньше ценили. Меньше, 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 меньше. Пренебрегать начинают. Вы говорите, подсознательно они ощущают, что он разумный. Отсознательно. Поэтому они шли к нему салитоваться. И всегда чем ближе, тем меньше ценишь. Или какие-то справедливости Это зависит от настроения. Кого он рассматривает объект? Если он думает, он такой же, как я, почему говорится, что это ужас, скажем, мнение? Считать духовного авторитета обычным человеком это уже каюк. Это уже каюк. Остальное лишь это дело времени, чтобы ты увидел, что это каюк был еще изначально. Таким образом, само его настроение, что это просто обычные личности. Все. Не надо ничего говорить, уже дело. Все начинается с вот этого осознания, что это необычная личность. Оттуда поведение и все остальное выходит. Как только не думаешь, что это обычная личность, все отсюда тоже так живут. как же относиться как к обычному человеку? И тогда я спрашиваю, как же Богу удается? Вы также имейте ложное эго, как я. Вы были такой же, как я, а вы этого не делаете. Научите меня. Научите меня, пожалуйста. все смирение проявилось. Он лучше меня, он не руководствуется ложным имаме, а я руководствуюсь. Все, это уже лучше меня. Этого достаточно, чтобы увидеть это, чтобы выглядел все уже. Это необычный человек. Значит, он действует как душа, он духовная личность, а я нет. Я материалист, потому что все изложное время. Все цитаты, все действия под видом преданного служения проистекают изложенного рамка. То есть я пытаюсь наслаждаться этим, а не пытаюсь это отдавать. Я ищу там, где мне удобнее, а он нет. Он делает так, как надо. Как его просят? Как я могу считать его обычной личностью? Это я заурядная обычная личность, а он нет. Вот отчего раздается. Из опыта. Так человек начинает замечать авторитет. У меня отбери целая куча проблем. А у меня отбери он даже как сети. У меня умер кто-то. Вот я как себя веду. А он как себя ведет. Как же я могу думать, что это обычный человек? Вот обычные люди всех плачут, радуются, веселятся, Новый год исправляют. так ты в нос свой день рождения. Вот это обычные люди, а он необычный человек. Как еще относиться? Вы же можете сразу посмотреть на кого-то и сказать он необычный обычный. Или себя посмотреть, а я очень обычный. Пентингуруешь на необычность, но я скорблю о том, что недостойно скорби, радуюсь каким-то приобретениям материальным, скорблю потерям, всякой ерунду занятиясь. «Среди себя как пол идиот» и так далее. Как же я могу не указывать почтение? Ничего себе! Как я могу относиться как к равным дружеским? Да он господин своих чувств, а я слуга своих чувств. Кто из вас требует почтения? Все очень просто. Прабхупадер говорит, искренне человек очень простым увидит это все. Все так просто, видишь? Видите, как все просто? А когда он такой вместе с себя думает, это сложно. Ну, Поэтому кто-то радостный этот путь находит, кто-то очень тяжелым, грустным таким. это целое дело. Начнешь говорить, приходит. Все, вечно какие-то проблемы. Что-то я не пойму, что-то у меня нет желания служить. ой, ой. Не следить желания. Всегда был и ни разу не исчезал. Ни разу. один цвет, я не помню дня, чтобы у меня исчезло желание служить. Не помню. Чтобы я не думал, не слушал, нет. А это все и посты, это было. Пост бросить какой-то, то есть, надо было бросать только разрешение. Нет разрешения, нет бросания. Нету ножек, нету музыка. Чтобы там как-то усомнитель, в том, что это арт. Нет. Поэтому я также к авторитетам отношусь. Меня очень сложно объегорить, потому что я разбираюсь в этом. Всегда доколупаюсь. На самом деле, человек находится как минимум под предмладанием или под большим влиянием гуны благости. Значит, его ум такой. Ум такой, а для меня гуны благости это не так, как тонкое тело или там что-то, мягкий голос. Для меня является гуны благости. мотивы и способность подчиняться правилам. Для меня это больше показатель, что человек гуны благости не относится. Поэтому у пропады говорил, гуна благости проявляется в состоянии слуги. Физический труд проявления гуны невежества, а служить высшим это проявление гуны благости. Поэтому шуды с одной стороны гуны невежества, которые выражают только в способности физически что-то делать, а гуны благости проявляются в служении высшим сословам, что они других способны видеть как высших. Это гуны благости. Они равных или там нижших. А браманы понимают кому надо служить. Кому Кришне высшее. Он так сильно развит, что они бывшие Бога никого не видят. И равных никого не видят Бога. Поэтому они в богости служат. Шатри видят высших кого. Браманы бывающие видят сильных мира всего. Шатри они думают все сильные конечно что наездить все дает лучше отдавать. Но не все. Это кшатри Вайши говорится они видят что надо жертвовать. А благотворительные надо подчиняться тому что это высшее. Человек лучше понимает какие-то духовные вещи. Это Вайши настоящие. И Шудры способность видеть высшее созволь более возвышенное людей. Так же способность Шудры. Просто что кто-то заставляет никогда не причем. разум это разум если человек это не осознает разум зачем он это делает. Хотя пропады говорили что достаточно в ум настроении коровы делать но это означает в начале пути. В ум настроении коровы это в начале пути. А что корова делает? Что корова? Есть траву. И под чьим руководством она живет? Пастуха? Она прям понимает меня это защищает и под его руководством она защищает. Кто на нее наезжает? Корову живет под руководством того кто на нее наезжает. Ты знаешь что? Ну-ка тогда оспорь. Что корова выбирает вот это хорошее руководство это плохое руководство корова она просто рамалетно принимает все что там выпадет на ее дурец туда погнали на лучшие луга опять погнали на лучшие луга корова она что живет рядом другая тоник ворота она на лучшие А вот это так жует. Коров. Сначала это неплохо. Для начала. Но в конце это не очень хорошо. Стать коровой в конце не очень хорошо. Тогда уж турактой надо стать. Бесчисленное количество молока давать. В начале пути корову были, но молока не бегло. А много ли коров дает молока? Ты не выдавишь сзади, но танет рука. Субтитры сделал DimaTorzok